Всем привет! Сегодня я хочу вас познакомить немножко с творчеством поэта французского возрождения Рансар Перде 1524-1587 год. Оказал решающее влияние на развитие французской поэзии двух последующих столетий. Родился в замке Лапасаньер в долине реки Луары. Прошел курс обучения в Наварском колледже. Стал пожжем сыновей, а затем у сестры короля Франциска I. В качестве секретаря Лазара де Баифа, одного из крупнейших гуманистов своего времени, видного дипломата и отца Антуана де Баифа, Рансар посетил Шотландию, Англию и Лизайский город Гагенау. Познакомился со многими знаменитыми учеными, одновременно перенес тяжкую болезнь, следствием которой стала глухота. Ну и естественно, поскольку дипломатическая военная карьера отныне были закрыты для него, он целиком посвятил себя изучению классиков поэзии. Поступил в парижский колледж Кокре, где его наставником стал Дура. Все поэты плеяды отличались необыкновенным рвением и страстью к учебе. В 1650 году Рансар был возведен в ранг придворного поэта. После смерти Карла IX он жил в аббатстве Куаваль Ван Думуа и сын Ком в Турине. Умер Рансар 27 декабря 1585 года. Творчество Рансара, как написано в книге «Энциклопедия мудрости», из которой я беру данные, неравноценно. Отбыли явным подражанием Горацию, так и незавершенный эпический поэна Франсида оказалось неудачной. Настоящую славу принесла Рансару лирика, сборники любовных творений, продолжение любовных стихотворений и сонеток Елене. В любовной поэзии Рансара доминируют темы стремительно бегущего времени, увядание цветов, прощание с юностью, получая дальнейшее развитие в Горациевский мотив полови мгновения. В рассуждениях о бедствиях нашего времени Рансар проявил себя мастером политической сатиры и поэтом патриотического склада. Известность его достигла Германия, Голландия, Италия, Швеция и Польша. Благодаря Рансару французская поэзия обрыла музыкальность, гармонию, разнообразие, глубину и масштаб. Ну вот это все, что касается творчества Рансар Пьерде. А теперь я бы хотел немножко прочитать его, я бы сказал, мысли. А что такое смерть? Такое ли это зло, как всем нам кажется? Быть может, умирая, в последней горке, часто шедшему до края, как в первый час пути, совсем не тяжело? Ах, если б смерть могли купить и дни продлить мы златом, так был бы смысл и жизнь убить на то, чтобы сделаться богатым. Блажен ста крат блажен, кто соблюдает меру, кто мудро следует лишь доброму примеру и верен сам себе в любые времена. Весь мир театр, мы все актеры по неволе, всесильная судьба распределяет роли и небеса следят за нашей игрой. Друзья, обманем смерть и выпьем за любовь, быть может, завтра нам уже не собраться вновь, сегодня мы живем, а завтра кто предскажет. Земное счастье так неверно, и завтра прахом станет тот, кто королевский ждал щедрот и присмыкался лицемерно. Как плотью, жилами и кровью, и костями, так от рождения мы наделены страстями. Лишь преданность друзей, сокровища у воды, оно прекраснее, чем все богатства мира. Любил лишь тот, кто век с дороги не свернул, то счастлив был, одну любовь предпочитая. Найдется ли еще на свете существо, что ищет гибели для рода своего, и только человек, при случае удобном, охотно нанесет ущерб себе подобным. Нальем, пускай нас валит хмель, поверьте, пьяным легче лезть постель, вернее, чем трезвым лечь в могилу. Несчастен властелин, приблизивший льстеца. Ни ум, ни сердце, ни душа в любви не стоит ни гроша. Но такова любовь, и так устроен свет, то счастье заслужил тому ни в чем удачи, а дураков зато ни в чем отказа нет. Один лишь человек счастливым быть не может, нас вечно что-нибудь снедает, мучит, гложет. Сон любит девушек, он не в ладу с часами. Так стоит ли мечтать о жизни беспорочной, на свете, где, как дым, все зыбко и непрочно, все переменчиво, как ветер и волна. Ну вот, пожалуй, все. Вот такие вот высказывания поэта французского возрождения Рансар Пьер Де, 1524-1585 год. Текст из книги «Энциклопедия мудрости» издательства Росса. Всем пока, всем привет, до свидания. Немножко узнали о поэте французского возрождения Рансар Пьер Де. Пока-пока, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова